Портал детали Главные новости Израиля и мира Главные новости Израиля и мира В общем, многие считают, что он находится Или уже на концерте Кобзона Или, так сказать, на пути ему Стоит фойер Что известно? Во-первых, то, что известно наверняка Это мог каждый, кто видел состояние Великого Сеченского вождя Где-то с февраля Наблюдать, он был Выглядит очень плохо Он был Такое впечатление, что он отек Очень сильно были моменты Когда просто он не мог говорить Видно было, что он с закрытыми глазами Что-то говорил Речь иногда у него сбивалась Такое впечатление, что человек болен Врачи, которые опрашивали Медиа, говорили, что, скорее всего Эта ситуация связана с почками Слухи ходили разные Были Видимо, это Бильд Немецкая газета И, например, она написала Что к нему прилетал Один из ведущих врачей Из арабских Медивно-Арабских эмиратов Одна из ведущих в мире клиник По лечению почек Он приезжал в Москву Были разговоры о том Что ему сделали операцию на почке Эта операция Эта операция Почек не прижилась Потом сделали еще Но очень видно, что человек В очень плохом состоянии И вот в последнее время В последнее уже достаточно Положительное время Его, в принципе, не видно Да, были еще разговоры Это уже не разговоры Опять же, Дима Сфак О которых мы знаем Достоверно Был такой Министр здравоохранения Здравоохранения Чечни Который Он современный Фомб фамилия была Который Он вообще был реальным врачом То есть он был Практикующим врачом Который переманил из Москвы Что бывает редко Как его фамилия была Повторите, пожалуйста Мама Солеймена, по-моему Если мне сейчас не выскочил Из памяти Бывает такое Вот его Кадыров Переманил из Москвы В Чечню Назначил Министр здравоохранения Но его задача Был личный врач Семьи Кадырова И вот когда Это случилось Да, еще были слухи Об отравлении Один из приближенных Кадырова Заю Прямо что его отравили Вот И когда все это Мачево-средского Ухудшения здоровья То, что я сейчас Рассказываю Это буквально Четыре дня назад Рассказал В интервью Одному из ведущих Украинских каналов Закаев Который является Председателем Правительства Чеченской Республики В изгнании То есть это Это конечно Не стопроцентная Вероятность Рассказал Но они в принципе Стараются Совсем уже Совсем уже Дезинформацию В эфир не выдавать Контакты какие-то В Чечне В Закаево Есть Структура Все-таки То, что он Рассказал То, что этот Министр Исчез Уже давно Больше полгода Это как бы Известно Никаких Был Министр Все Пропал Провалился Так вот Он Окружение Кадырова Потребовало Чтобы его Дали какое-то Лекарство Какие-то уколы На что Этот врач Министр Сказал Что Это очень опасная Вещь Могут быть Тяжелые Последствия Может быть Хорошо Может быть Наоборот Но тем не менее Окружение Кадырова Настояло Он сделал Мои-то уколы И Великий Возь Просто Впал Кому Потерял Сознание Ему Стало Трудно Дышать И тогда Ребята Проближенные Кадырова Просто Взяли Его И закопали Живьем Землю Наш Отец Не дышит Так Врач Получает Тоже самое Это Второе Что Рассказал Закай Вполне Официально С точки зрения Поведенства Чечневых Знаний Но это Вполне Похоже На Красивая Красивая Восточная Обычай Да Вполне Раза Можем Скажем Про Кадырова Опять же Рамзана Уже Известно Эти данные Были Переведены На слушаниях Американского Конгресса То есть Там Тоже информация Фильтруется Один из Чеченских Дейцев Который Точнее Человек Чеченец У которого Брат По подозрению То есть Не брат А сын Находится В чеченском Сокротивлении В целом случае Так почитали Власти Рамзана Его просто Арестовали И Мы сначала Его пытали В отделении А потом Его привели Во дворец Кадырова У него Там есть На первом Тоже Такая Беговая Дорожка И приспособление Занятий Спортом И вот Этого Самого Несчастного Сейчас Криковали Просто Неподвижно И Кадыров Когда выходил На Утром На пробежку Подходил К нему Пытал Специального Приборщика Для пыток Электротоком Пытал Его А потом Дальше Что Оздоровляться То есть По Скажем Одного Из возможных Приемников Правую руку Кадырова Мухаммед Даудов Рассказывает По прозвищу Вот Опять же Эти данные Которые Звучали В Европарламенте В общем Были Приведены И подтверждены Различными Европейскими Правозащитниками Они отправились На какую-то Поголку Охотой Что-то В духе И остановились Это была Глубокая ночь Остановились По убойке Автомой Которую Держали Две женщины Чеченки Разведенные Достаточно Сложно Выживать Выживать И когда Эти Женщины Вызвали Высказали Неудовольствие Что Заставили Среди ночи Мыть Эти машины То Их просто Расстреляли То есть Такие вещи Я достаточно Много Могу Примеров Привести То что Рассказывают Про Окружение Кадырова И История С закапыванием Человека Живьем Она Совершенно Не выбивается Но Второй факт Остается фактом Что Министр Исчез Что Состояние Здоровья Кадырова Ухудшается С каждым Его интервью И Два дня Назад Украинская Разведка Опубликовала Официальный Гух Государственного Управления Разведки Опубликовала Сообщение Что Кадыров Впал В кому И Уна Одновременно На Телеграм Каналах Причем Телеграм Каналах Которые Связаны С ФСБ Появилась Информация Российских Телеграм Каналах О Центральной Клинической Больнице Это Кремлевская Больница Где Лечится Все Руководство Сюда Приехало Несколько Десятков Иномарок Майбаха Мерседетова И так далее С Которые Сидят Уроженцы Чечни Как было сказано Что эти Машины Вообще Не осматривают Любая Машина Выезжающая На территорию Кремлевской Больницы Придоргается Часто Осмор Потому что Они там Расположились Разбили столики Какие-то Их охраны Расположились Там достаточно Всевестно Надолго Одновременно Были Данные О То Что До этого Еще Когда начали Все эти Слуки Совпало С тем Что Самолет Личный Самолет Кадырова Прилетел Из Грозного Москва Потом Несколько раз Он еще Прилетал Куда-то И одновременно Было Достаточно Это Может Наблюдать Не было Жирным Глазом Глазом То Что Движение Самолетов Из Кремля В сторону Больницы И назад То есть Что там Происходит Песков На Вопрос Передсекретар Кремля Путина Вопрос О том Что Случилось С Кадыровым Сказал К обычным Ответом Не знает Он не дает Никаких комментариев О здоровье Должностных Лиц Но Так что Скорее всего Он находится Или в коме Или уже На том свете Дает Отчет О проделанной Работе Хозяин Этого мира На ваш взгляд Успел ли он Подготовить Приемника То есть Кто займет Его место Умер он Или не умер Значит Ну Как бы Это будет Сейчас Или это будет Через какое-то Время Ну В Чечне Ивакуящие Достаточно Сложно Во-первых Ходят Костюжки Слухи Это Опять же Наблюдаемый факт Что существует Очень большое напряжение Между ФСБ И Кадыровым Точнее Даже Между ФСБ А лично Между Главой ФСБ Партушевым И Кадыровым Они друг друга Очень не любят Точнее Партушев Не любят Кадырова Вот Соответственно Силы ФСБ Которые находятся В Чечне Они не подчиняются Кадыровым Самая большая На всем Северном Кавказе Группировка Отделения ФСБ Находится именно В Чечне Вот То есть Там есть не только Силы Кадырова Опять же Пограничные охрамы Не подчиняются Кадыровым Подчиняются ФСБ И там Также На территории Чечни Находится Огромная группировка Федеральных войск Известная Ее численность Была до начала Войны В Украине Там было больше 100 тысяч Сейчас вроде бы Часть из них Выбили Но тем не менее То есть у Москвы Считается что Кадыров полностью Контролирует ситуацию Республики Это конечно не так Не говоря уже о том Что денежные потоки Они все Идут из Москвы Все электричество Которое употребляет Чечня Оно тоже Приходит вне республики Кадыров в свое время Просил у Путина Разрешение Поставить на горных реках В Чечне Каскад Немольших электростанций Тот же путь По которому Грузия При Саакашвили Превратилась в экспортер Электроэнергии Москва ему в этом Отказала То есть в любом Можете кнопки Можно Чечню В себе Выгодно держать его Как бы на коротком поводке Нет Это я к тому Что нельзя сказать Что ситуация в Чечне Зависит только От Кадырова Или от его приближенных В принципе Москва По ней могут Наглядить свою волю Но что касается Ситуации Среди чеченского Это пророссийского Кремлевского Эстаблишмента Республики То Кадыров конечно Подготовил себе Замену 24 его Ближайших Ростельника Находятся На руководящих Постах Республики Вот Буквально Где-то Месяц назад В Кремль Прилетал Младший сын Кадырова В возрасте 17 лет И лично Встречался с Путиным И рассказывал Путин о состоянии Молодежного движения Вообще Молодежь в республике Потому что Этот талантливый Молодой человек В 16 лет Был назначен Главой организации Молодежи Чечни И в свою очередь Путин рассказывает О его дедушке Об Ахмате Кадырове То есть Это такое Демонстративное Демонстративное Показать Что мы Ставим На семью Когда уже Слухи А не слухи А просто факты О том что Здоровье Памочки Семного Ухудшилось Уже были Буквально Пару недель Назад Наверное Путин Наградил Министра Культуры Чечни За Орденом За Маголетнюю Работу По усилению Российской Культуры Это Министр Чечни По частинному Совпадению Является Дочка Рамзана Айшат Кадырова Которая 24 года На данный момент То есть она Много-много лет Значит Росийскую Культуру Да Вот То есть такая семья Очень талантливая Сказала Соответственно Есть его Родственники На В главе Силового Блока 24 человека Это не так уж Мало Мало Согласитесь Кроме того Родственники Из Тейпа Кадырова Тейп Биной Он Считается Крупнейшим Тейпом Ну один из Крупнейших Тейпом В Чечне И кстати Это немножко Не Сказать Сторона Но Известно Что среди Чеченских Может к вам Метношение Среди Чеченских Тейпов Есть Тейпы Еврейского Просрождения То есть Евреи Которые Подали В Чечню Это Известно В Чечне В Чечне В Чечне Не Не Очень Большие Но Как мне Говорит Рассказывает Один Чеченский Историк Историк Семодельцем Не Экадемическим Тем не Менем Который Изучает Доморочие Не Ну Понимаете Такие В Советском Союзе Тоже Не Особо Изучались Он Говорит Что Есть Традиция Что Тейп Биной Также Имеет Еврейское Происхождение При Название Связано С Коленом Беньямина За то Что купил За то И продавил Нам еще Такого Родства Не хватает Это К тому Что Малик Мы можем Встретить На улицах Наших Городов Если Уже Все Российское Руководство Половина Из него У нас Включая Кстати Хлопонин Про Чубайса Знают Все А есть Такое Чубайс Не у нас Он получил Он получил Гражданство И смылся Никто не знает Никто не знает Где он Находится Но Есть Товарищ Хлопонин Он был Наместником Он до этого Губернатором Краснодарского А потом Многолетним Наместником Путина На Северном Кавказе Вице-премьером Так он тоже Получил Израильское Гражданство Понятия не имею Как Так что Насчет Представителей Тейпа и Бино Я бы так Не зарекался Но это такая Шутка будет Тем не менее Вернемся К окружению Кадыру И так Тейп Бино Он Выходцы Из этого Тейпа Они контролируют Значительную часть Опять же Всего хорошего Что из Чечни Мне Жаловались Чечецы Которые К этому Тейпу Не принадлежат Что им Просто сложно Сейчас Делать карьеру Которые Но С другой С другой С другой С другой С другой С другой Поскольку Он большой Соответственно Людей Там много И не все Довольны Своим Патроном Он Было Опять же Несколько Лет Назад Это была Попытка Отравления Кадырова Опять же Не слухи Это официально Было заявлено Были люди Соответственно Наказаны И пыталась Сделать Личная Охрана Которая Состоит Из Биновцев Вот Теперь В этом Тейпе Восемь родов Соответственно У него У Кадырова Есть так же Четко Обозначенные С преемники Правые Левые Рукады Сказать Это Магомед Даудов По прозвищу Уорд И Адам Деремханов Адам Деремханов Вы наверное Помните Он собственно Выководил Этими Тикток Войсками В Украине Сейчас Снимался Даже Зак Лицо И говорят Что он Буран Опять же По данным Украинской Разведки Он был ранен Во время Обстрела Кадыров Отрицал Его ранения Но никаких Доказательств Не представил Вот Деремханов Он является Оба Они Схожи С Кадыровым Прошли За ними Путь В молодости Они участвовали В боях С российскими Войсками В Первой Чеченской Войне Во Вторую Чеченскую Войну Перешли На сторону Федералов И дальше Верой Правдой Служили Были В ближайшем Окружение Кадырова Вот Значит Адам Деремханов Считается Ну Опять же Неофициально Кадыров Не признавался Но известный Чечня Он двоюродный Брат Кадырова Тоже Родственник Магомед Даудов По прозвищу Орд Он принадлежит Из другого Треку Юхой Но Тем не менее Тоже Они там Занимают Один из них Председатель парламента Другого Правительства Вот Командуют Структурами Они считаются Ближайшими Приемлемыми Вождем Соответственно В случае Его ухода Безвременного Кто-то из них По той иерархике Которая существует В Чечне Должен занять Своё место А это На ваш взгляд Это согласовано С Кремлем То есть Они-то могут Там решать Всё что угодно А как это будет Вопрос Что такое Кремль Мы уже говорили Что Путин Продвигает Семейство Кадыровых Явно оказывает Знаки Внимания А Патрушев Который Про некоторое мнение Въявляет Человек Который Вообще Правит Россией Руководитель ФСБ Держит И себе Столетом Большой Кинжал Чтобы лично Кадыровым Зарезать Давно уже Нельзя Говорить О российской Власти О чём-то Едином Конечно Это согласовано Как минимум С Путиным Это иерархия Но Во-первых Как я уже Сказал Вполне Могут Найтись Силы И в Москве Которые Не захотят В памяти Договоренности Вот Потому что Контролирует Обстановку Там две силы Это ФСБ Патрушев И Министерство обороны Шойгу Которое Непонятно В какие отношения Находятся между собой Кроме того Совершенно не факт Что Эти самые Ближайшие Товарищи Они начнут Так Мирно Поделять Между собой Власть Скорее всего Как мы знаем Такого рода Диктаторский режим Еще начиная С Александра Македонского Вот происходит Что происходит Все эти диадохи Начинают Воевать между собой Потому что Конечно Никто из них Не выступит Против Кремля Надежды на то Что в Чечне Стоит какое-то восстание Их нет Потому что Надо понимать Ситуацию Там буквально Все контролируется Чеченскими Любая С силовиками И российскими С силовиками Любая А все Тотально прослушивается Просматривается Любая Мамек На оппозиционную Активность Сразу же Вызывает Репрессии Люди Пропадают Если можно Министра Закопать Живьем Потому что Там происходит С реальными Оппозиционерами Кроме того В Чечне Осталось мало Мужчин Бывает Просто на улице Значительная часть Уехала В первую очередь По экономическим Причинам Нужны ситуации Экономические Там ужасные Средняя зарплата В Чечне Это где-то 24-25 тысяч Рублей В Татарстане Которые Находятся в Чечне Средняя зарплата 70 тысяч рублей А в Ханты-Мансийском Окре Где-то На севере Минимальная зарплата 70 тысяч рублей Поэтому Вся чеченская Молодежь Которая Может Она уезжает Как минимум На заработки Очень многие Уезжают Опасаясь Репрессии Опасаясь Того Потому что Они не согласны С этим режимом В России При всем В Астане В Собственной России Легче жить Чем в Чечне Поэтому там Еще просто осталось Не так уж Много Чечня При Кады-Леве Обезлюдево Поэтому Надеж Вооруженной Массы Выступления Нет А вот Какие-то Разборки Между Чеченскими Сильными Людьми Они Скорее Скажу так Не могут Не начаться Но невозможно Что они Начнут Друг друга Закапывать И это Кончится Тем Что Тот Кто закопает Всех Остальных Его Примет Путин И назначит Плевником Кады-Левого Это Скорее Все Что там Произойдет Скажите Вот на ваш Взгляд Такой Ну Некоторые Считали Что После Ликвидации Пригожина Говорили Что следующим Будет Кадыров Вы Верите Что Это Это Очень Может Быть Это Кстати Один Из Вариантов Мы говорили Что Кадыров Очевидно Отравлен Кто Его Отравил С чего У него Вдруг Отказали Почки Он же Мусульмане Не пьет Не курит Насчет Я Не знаю Но Мусульмане Разные Бывают Но Тем Не менее Действительно Кто Мог Подойти К Кадырову Мы Уже Говорили Была Попытка Отравления Его Личной В отпуске Официально С 3 июля Это Через 10 дней Ушел отпуск После Провала Пуча Пригожина На который Путин Явно Рассчитывал На Кадырова Всегда То есть Собственно Его Войска И настроились Как Такая Оплична Которая В случае Чего Может Появиться Москве И подавиться Врагов Путин Они же Пытались Авраам Они же Пытались Но Застряли В пробке Да Вы Понимаете Застряли В пробке На Болотном То чеченских Боевиков Точнее Бойцов Российских Северных Структур Их Перебросили В Москву А вот Тут Они Почему Застряли В пробке На Болотном Там Дубинками Безоружных И То же самое В Москве Дилимханов Он конечно Хорошо В Украине Он себе Хорошо Показал Клип У них Просто Отличный Я знаю Можно В случае Чего Ему Сбежать В Голливуд И там Я думаю Примет На работу Но Не взяли Ни одного Кого-то города Ни одного Сражения Не выгодили Я думаю Что пусть Но есть Причина В них Разочаровываться Тем более То что Они Не приняли Участие В Подавлении Пучи Пригожина Причем Рассказывали Дебильные Сказки Про эту пробку Потом Они свалили Вину Вообще На руководство Армии То есть Один из Командиров Рассказывал Что они Уже были В Ростове Они видели Просто Несколько Сот метров У них Было От Людей Пригожи Они держали Снайперы Чеченские Держали Этих Самых Мятежников Но Почему-то Москва Не дала Прекрас Стрелять Вот Они Вот Так Даже Разочарованы Понимаете Вот Свалить Вину О том Что они Подержали Путина Самого Путина Это Вообще Верх Наглости И Мы Видим Как Действует Путин Ни одного Его врага Ни один Враг Был Не официально Не арестован Не казнен Тем более В последнем Даже Немцов Да Вот Убили Непонятно Кто Политковский Правда В день рождения Путина Явно Подарок Вожден Но Тем не менее Генерал Суровикин Ну какой Один из Высших Руководителей Российской Армии Исчез И все Да То же самое Пригожий Заметьте Никто Его там Не арестовал Они подождали Суровикин Исчез Но по крайней Мере Он вроде как Его никто не видел Была фотография Его с супругой Фотография Может быть И была Где-то У меня Тоже Много фотографий Сохранилось Вот В компьютере Вот Я конечно Не мастер фотошопа Но тоже Что-то могу Не-не Достоверно Неизвестно Слухи Если Человек жив Покажите его Пусть он выйдет Что же Супруга Продефилирует Где-то На крест конференции То есть Человек исчез Да Вот То же самое Пригожий Смерть Пригожий То есть Совершенно В стиле Путина Это с одной стороны Видимо Показывает его Слабость Потому что Ну так Российские Себе не ведут Нельзя представить Что бы Иван Гвоздный Прятался Потом Какие-то Его Окричники По кругу ночи Прорвались Кого-то Зарез Но все Дело Открыто То же самое Петр Первый Или кто угодно Вот Но Тем не менее Это манера Путина Или она Из слабости Или действительно У него такой Склад характера Но он своих Врагов Убирает из-под тяжка И Вполне возможно Он действительно Не растил Кадырова Говоря между нами Это реальное предательство Тебя растили Как защиту Для последствий Как защиту На крайний случай Выдираете Бесчисленное количество денег Почести На качественное оружие Мало того Что на поле боя Ничего еще не представляешь Так ты Когда нужно спасать Родного отца Застреваешь в пробке И потом С лобочкой Об этом говоришь Вот это вполне Некрасиво Это вполне Может быть Кроме того Видимо Даже Допустим У ближайшего Укровения Дошло то Что написано В любом Учебнике Политологии За первый курс Что главное Что есть У государства Это монополия На насилие Создание Всех этих Бесчисленных Частных компаний Которые Частных армий Кадырова Которые Никому не принадлежат Демонстративно нарушают Все в случае Не подчиняются Единому командованию Демонстративно нарушают Российские же законы Это Первейший путь К развал Государства Любого государства Любой Второй студент Скажет вам На экзамене Возможно Для Кремля Это наконец-то Они решили Ликвидировать Всевольницу Было В России Две частных армии Которые Примерно Уроновешивали Другого По силам Теоретически Это Пригожин Который Раскассировали И остался Кадыров Кадыров уже Некому Подстоять Поэтому Это очень Возможно Что вы Решили Убрать Чтобы Таким образом Ликвидировать Силу Поставить Его преемникам Его преемники Или Дилимханов Или еще кто-то То есть Им как бы Крылышки Это пообрежут Вы считаете Я думаю Что если будет Этот вариант Это будет Кто-то Другой Или человек Который Из них Да Или Дилимханов Покажет Настолько Преданность Что ему поверят А может быть Сыночек 17 лет А может Айшат Поставить Министр культуры Во главе Чечни Вполне прекрасно Повторяю Из 24 Восстаников Кадырова Которые Находятся На высших Постах Плюс еще Есть второе Шоу Есть в Москве Если она захочет Есть кому выбирать Это будет Обязательно Из клана Кадырова То есть Посторонних Брать не будут Могут и брать Потому что Тот же Даудов Он Один из них Один из Один из Действительно Является Двоерный брат А второе Другого Тейпа Могут взять Почему нет Главное Чтобы человек Контролировал Главное Чтобы человек Хороший Был Главное Чтобы человек Смог Раскассировать Вот эту самую Кадыровскую армию Что она стала Подчиняться Уже Стала Подчиняться Уже Непонятно Кому в Чечне А прямую Кремлю Опять же Возвращаемся К тому Что мы говорили Что такое Кремль В Кремле Есть несколько Группировок И Золотов Например Который явно Симпатизировал Кадыров Во всяком случае У них между ними Был союз Был такой Тростинный Сейвус Пригожин Золотов И Кадыров Что сделал Золотов Когда стали Убивать Пригожина Разбирать Село Он потребовал Чтобы тяжелые Вооружения Были ему Переданы Разгвардии По-другому Их не передали То есть Быстро Наследие Своего Друга Решил Присвоить Кстати Интересно Сейчас Начнется Еще один Процесс Слезный С Пригожиным Буквально Вчера Фонтанка В Петербургске В СМИ Опубликовали Сообщение О том что Вдова Пригожина Сменила Фамилию Взяла Девочью Фамилию И должен В принципе Начаться Процесс Наследства Пригожин А наследство По которому Официально Пронарежит Вот мы посмотрим Как процесс Будет И идти Кому реально Эти миллионы Достанутся Это может Можно будет Понять Какие там Будут Расклады Вокруг Кадыров В любом случае Произошло Изменение Силового Поля Кремля Конфигурация Башен Кто-то усилится Кто-то Услабеет И вот Эти башни Будут решать Кого поставить В главе Чечни Потому что Чеченская руководство Так называемая Кадыровская Абсолютно Не является Субъектом Они могут Делать Что-то В тех Рамках Которые Поставил Кремль Раньше Рамки Были Очень Широкие Сейчас Эти рамки Сузятся Может быть Москва Будет Даже Наблюдать Кто из них Окажется Наиболее Сильный Кто-то Наибольшее Количество Конкурентов Закопает Тогда С ним Будут Говорить А может Наоборот Возьмут Какого-нибудь Сыночка Кадырова Который Сам Ничего Не может Контролировать Если в 17 лет Ребенок Встречается С Пустьем Почему в 18 лет Не может Стоять генерал Ну смотрите Кайдар Полком Командовал Если не ошибаюсь В 14 лет В 16 Почему нет Незаменимых Людей нет Спасибо Спасибо большое Аврам Шмулевич Политолог Специалист По Северному Кавказу Наша программа Подошла к концу Подписывайтесь На канал Аврама Шмулевича У него всегда Интересно Всего доброго До свидания До свидания Интересных новостей Нам